Привет, друзья! Привет, дорогие люди! Сегодня в эфире «Говорящая голова». Сегодня видео будет для девочек, для девушек, которым от 30 и выше. Поэтому мужчины могут заняться своими делами. Я думаю, это будет неинтересно. И я хочу рассказать о своём опыте. Я хочу поделиться своим опытом по удалению морщин с лица. Не так давно, месяца 2 или 3, я сейчас уже не помню. Я, ну, наверное, да, не случайно увидела видео доктора Божьего. И там он показывает, как можно убирать морщины с лица самостоятельно. Без косметологов и без разных процедур. Ссылку на это видео я поставила в описании под этим роликом. Обязательно посмотрите. Это важно. Возможно, я что-то упущу. Значит, сразу хочу предупредить и сказать о чём. Эту процедуру можно делать не чаще, чем раз в 3 дня. И то, если, допустим, вам после 30, 40, ну, до 50. Я стала делать эту процедуру только раз в неделю. Потому что кожа всё-таки мне уже в 60, кожа уже восстанавливается не так быстро. Поэтому я делаю по понедельникам. Ну, и удобно, потому что я не забываю об этом. Когда раз в 3 дня, я потом забываю, когда я делала, в какой день. Прошло 3 дня, не прошло 3 дня. И я, в общем-то, решила делать по понедельникам. Почему я делаю раз в неделю? Для того, чтобы кожа вместе с мышцами растягивается и кожа. И я даю неделю, чтобы кожа восстановилась. Вот, она восстанавливается раньше, но я уже привыкла делать, в общем-то, раз в неделю. Конечно, это, как бы, процесс затягивается. Но, тем не менее, он происходит. Сейчас я покажу близко. Те, кто не готов, лучше не смотрите. Итак, я не стала делать эту методику, этот способ стирания морщин сразу для всех морщин, которые у меня есть. Только для одной. И через, наверное, месяца 2 прошло, да. Я увидела результат. Морщина исчезла. Сейчас я покажу ближе, для того, чтобы было понятно. Так, вот смотрите. Сейчас у меня лицо будет всё красное, потому что у меня очень чувствительная кожа. И чуть-чуть затронешь, она чуть потянешь, сразу красное становится. Вот, я надеюсь, вам видно. Вот это вот. Вот, видите, идёт морщин. То есть, что такое морщина? Это залом. Мимический залом. Но туда не поступают питательные вещества. Потому что, ну вот, посмотрите, у доктора Божьего, он очень хорошо об этом рассказывает. Я просто делюсь своим опытом. Вот такая же морщина, то есть вот такая же полоска, вот как здесь, да. Вот, вот полоска, была вот здесь. И я работала только вот с одной этой морщиной. И посмотрите. Вот её сейчас нет. Она... Она рассосалась. То есть, получается, когда мы тянем... Вот, я сейчас покажу, как это делать. Блин, не знаю. А, вот он. То есть, я беру вот так пальцами, надавливая чуть-чуть на мышцы вот этим. И начинаю растягивать. Там он советует на 15 счётов, на 2 минуты. Я делаю на 15 счётов. Поэтому у меня, в общем, процесс затягивается, но он всё равно происходит. Вот. Получается, да. И тынул. Ну и так далее. В общем, тяну. Вот видите. Что с моим лицом и держалась. Ха-ха-ха. И что я хочу, в общем-то, показать вам впоследствии. То есть, я сейчас буду растягивать вот эту. Вот тут у меня ещё одна есть. Вот, видите, вот её хорошо видно. Видите, её хорошо видно. Покажу на этой. Вот так берёте. Вот она морщина. Вот чуть-чуть надавливая на мышцы. И тяну. Пальцы скользят. Ну, я переставляю, опять тяну. На 15 счётов. Видите, кожа сразу краснеет. И кожа, видите, немножко начинает... Мы же тянем ещё и кожу, получается. Кожа немножко начинает как бы, ну, растягиваться тоже. Поэтому я их делаю раз в неделю, чтобы кожа... Ну, у меня, как правило, уже к обеду, в общем, всё восстанавливается, всё. Но, тем не менее, кому до 50, наверное, можно делать раз в три дня. Но это моё мнение. Кому после 50, допустим, и кожа уже, ну, как бы такая, уже возрастная, я делаю раз в неделю. Но процесс происходит. Эта методика действительно работает. Огромная моя благодарность доктору Божьему. У него, кстати, на канале очень много разных методик и способов, и методов оздоровления организма. Канал называется «Исцеляйся сам». Так что, кому интересно. Единственное, что у него есть... Я ещё у него взяла упражнения по подтягиванию трицепса, да. Делала-делала, потом что-то мне как-то... Смотрю, вот, быстро результата нет, плюнула, не стало. Но на самом деле, я точно знаю, что результат был бы. Ну, вот, надо снова заняться. Себя забываю об этом. Вот. Поэтому, девчонки, для того, чтобы убрать морщины, растягивайте вот эти заломы. Я, кстати, вот сейчас буду регулярно делать раз в неделю. Ну, и, наверное, через месяц, может быть, через два, я покажу, как будет выглядеть, допустим. Вот эта морщина. Вот. Видите, они как образуются? Когда мы улыбаемся, разговариваем, или там чертнется, или как-то... Образуется вот эти заломы, да. И туда не поступает. Когда я делаю? Сразу после душа. То есть я вытираю на сухо лицо в понедельник. Я делаю в понедельник. И занимаюсь своим лицом. Вот. И потом я наношу крем и делаю массаж. Вот. Тем более, когда вы растянули, да, вот это вот, и мышцу, то туда попадает и крем, вот этот вот витаминный. И получается, в общем-то, процесс идет хорошо. Почему? Ну, доктор там объясняет, почему эти, скажем, техники, этим техникам не учат нас в косметологических кабинетах. Ну, я думаю, вам понятно. Иначе кто-то не будет ходить. Вот. Поэтому посмотрите обязательно видео доктора Божьего. Попробуйте. А я обязательно поэкспериментирую вот с этими своими. Вот здесь я убрала. Вот. Видите, их нет. Вот. Их нет. Вот. А вот с этими, с этими, вот с этими, я буду работать сейчас. И через месяц, посмотрю, как будет процесс идти, через месяц, через два снова сниму видео и покажу вам результат. И еще было видео. Я его потеряла. Клуша, блин. Где он показывает, как подтягивать овал лица. Я обязательно найду. Я помню. Вот. Но это я уже сделаю тогда в отдельном ролике. Это тоже упражнение для подтяжки овала лица. Тоже доктор Божий. Но вот на его канале я не нашла. Это было где-то какое-то или интервью он кому-то давал или еще что-то. Я не помню. Ну, постараюсь найти. Почему? Потому что обязательно хочу ссылку поставить под видео, чтобы одно дело я рассказываю, другое дело посмотреть оригинал. То есть, чтобы вам было более понятно. Он очень хорошо объясняет. Вот. Это не реклама. Он про меня не знает. Поэтому я просто делюсь теми полезными, той полезной информацией, которая есть у меня, которую я применяю и которая действительно работает и дает эффект. Так что, если хотите посмотреть результат, кто не подписан, не забудьте подписаться. Не забудьте поставить лайк. Почему я прошу поставить лайк? Потому что для меня это важно. Если вам не нравится, поставьте дизлайк. Не стесняйтесь. Если нравится, поставьте лайк. В общем-то, по количеству лайков и дизлайков мне, в общем-то, понятно, насколько действительно нужны вот такие мои видео, насколько они полезны, насколько они нравятся вам. А как иначе я могу понять? Может быть, мне не стоит снимать те или иные ролики. Возможно, они, допустим, вам не интересны. Поэтому не забывайте, да? Хотите дизлайк поставьте, хотите лайк. В любом случае, это определенная статистика, которая, в общем-то, дает мне понять, насколько интересно то или иное видео. Как всегда. Всех вас люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok